Здесь все непросто. Этот спектакль поставлен не по пьесе, а по картине Брейгеля «Нидерландские и поговорки». Название непонятно. Здесь больше, чем просто селедка. Играют спектакль не просто непрофессионалы, а слепые и глухие люди. А музыка исполняется на музыкальных инструментах эпохи самого Брейгеля. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная удача, что вы согласились прийти. Спасибо вам большое. А еще скажу, что я ехал в студию и включил первое, что мне попалось, значит, из вашей музыки, и это оказался этюд на пришествие героя. Поэтому я так в таком еще гипнотическом состоянии нахожусь. Грандиозно. Так вот, значит, про спектакль. Вот все, что я перечислил, и отсутствие пьесы, и какая-то селедка, и особые исполнители и прочее, прочее, во всем чувствуется какое-то преодоление. В чем вообще задача заключалась при создании этого представления? Ну, вы понимаете, действительно, преодоление тут многоуровневое, и даже тут какое-то бесчисленное количество уровней. И очень важно, что это люди с ограниченными возможностями. И для меня это очень такая важная тема. Она пересеклась с тем, что вообще-то сейчас род человеческий — это вообще-то некое существо с ограниченными возможностями. И, кстати говоря, вот эта картина, исходная пословица, практически это о том, что человечество — это существо с ограниченными возможностями. И, собственно говоря, это очень перекликается с похвалой глупости Эразма Роттердамского, и что, в общем-то, человечество — это не какие-то высокие проявления, а это именно вот проявление какой-то недостаточности. Потому что все пословицы, которые здесь есть, это практически говорят о том, что человек очень ограничен в своих возможностях умственных, нравственных, моральных и так далее. Вот. И, конечно, здесь это очень, как сказать, это пересеклось с тем, что играют не просто актеры, и даже не просто люди, а люди с ограниченными ответственностью. Так что здесь вот такое какое-то полное совпадение. И скажу сразу, если вы упомянули о вот этих инструментах, то передо мной тут стала очень такая непростая задача, потому что первоначально режиссер хотел это озвучить академическими музыкантами, причем там, чтобы тоже шесть музыкантов было, и чтобы они так, каждый музыкант за какого-то персонажа отвечают. Но это сразу отпало, потому что не сразу я понял, что тут невозможно оркестровые академические музыканты, которые будут играть по нотам. Вот. Тут надо что-то живое, живое взаимодействие, живое пространство взаимодействия. И скажу откровенно, поначалу у меня даже была такая задача, то есть когда вот только это все начиналось, такая мысль, что какого-то фриджазового музыканта использовать одного. Но это сразу отпало, потому что тут сразу с электроникой, связано с акустикой. И тогда вот мне на ум пришла, в общем, тоже такой вот персонаж совершенно уникальный. Это Анна Тончева, которая играет, в общем, на огромном количестве инструментов. Это ренессанс, барокко, этника, и, в общем, это все в одном лице. И сразу же, значит, отпало вот эти шесть музыкантов обязательно, потому что она может как бы все обслужить вот эту ситуацию и в какой-то степени обеспечить автентичность, потому что практически она играет и на лютне, и на вот этих самых ренессансных арфах. То есть это все звучание практически соответствует вот той картине, которая здесь изображена. И вот у нее огромный опыт вот живого такого, потому что она очень театральная, много у нее театральных проектов. Вот. И мне кажется, что вот это вот получилось удачно. Вот в данном случае, если вы меня как музыканты спрашиваете, вот привлечение ее в спектакль — это большая удача. У нас есть фрагмент. Я предлагаю посмотреть и нам, и телезрителям, чтобы хотя бы иметь чуть большее представление. Это репетиционный процесс. Нет, это такой фритурнель. Причем дирижирует глухой человек. Она не слышит вообще. Ну, в принципе, да. Битховин тоже дирижировал глухим. Ну, там есть вот совершенно поразительный момент. Ну, там или глухие, или слепые. И есть совершенно вот, который меня вообще до глубины души потрясает — слепой актер, который танцует «Танец красы» из «Спартака» Лиепы. Вот. Причем он… Это уже Григорович, который… Который Григорович, да. Я в свое время был фаном Григоровича и фаном Лиепы. Вот. Ну, то есть этот спектакль я смотрел, я не знаю, там, десятки раз из «Спартака» в свое время, да. И меня поразило вот… То есть, вы понимаете, здесь поставлен опять-таки вопрос ущербности. Потому что крас — это ущербный человек. Если вы помните, как это делали Лиепы, да, у него, с одной стороны, полет, в который он не может направиться. То есть у него все время какие-то вот такие сдержки, да. И вдруг вот у этого актера, который, ну, наверное, не знаю, как он там… Он вдруг делает вот это самое, то, что делает Лиепы. Лиепы… Там были какие-то… У него был такой чуть-чуть тягучий шаг, да? Да, да, да. Ну, смысл то, что он как бы хочет взлететь, но он не может. То есть крас, несмотря на все свое могущество, это человек с ограниченными возможностями, который пытается это скрыть, но и так далее. И здесь вот в этом слепом актере вдруг это, ну, в какой-то совершенно феноменальной степени это все выпогатилось. А работать все-таки, ну, понятно, что у них есть какие-то свои особенности, таланты и прочее. Но чисто физически, технически режиссер, наверное, очень непросто работать с людьми, которые тебя или не видят, ну, или не слышат и так дальше. Нет, вы знаете, тут, я не знаю, я на месте режиссера, мне трудно за него говорить, но тут приходится не то, что приходится отдаться вот этой стихии. Потому что вот то, что, как сказать, делают вот эти люди с ограниченными ответственностями, это настолько феноменально, что просто надо отдаться, не мешать им. То есть не восполнять их движения какими-то вот совершенствованиями, которые доступны человеку со способностями, да. И вот мне кажется, что достижение режиссерское, то, что он просто вот в этот поток окунулся, и поэтому получился вот, мне кажется, очень такой результат впечатляющий. А то, что не слышали вам, как было с людьми, которые не слышат музыки, не слышат звуков? Да нет, просто, понимаете, в том-то и дело, что почему здесь вот академические музыканты бы не подошли, потому что под них делали, не они делали под музыку, а музыка делалась под них. То есть в расчете на то, что они, естественно, не слышат, но они производят какие-то движения, и музыканты ориентируются на их движения. То есть там много импровизации, да? Это нельзя назвать импровизацией, то есть это не импровизация, это попадание. То есть структура-то есть, да, но структура очень гибкая, потому что мы должны попадать вот в движение вот этих самых людей, которые практически не в контакте. А они как-то разыгрывали эти поговорки голландские, да? То есть это были фрагменты отдельной поговорки. А, кстати, насчет селедки. Что за селедка? Про название ее. Понимаете, ну, тут, как говорится, уже залежен вот этот абсурд селедка, которая не селедка, да? То есть, понимаете, для меня это еще очень такая близкая тема, потому что я вот связанный с русским авангардом вообще, и с абиреутами, и с Хармсом, и вообще вот Брейгель — это, собственно говоря, в какой-то степени претеща, ну, если так можно сказать, абиреутов и вот этого русского поставангарда, я имею в виду. И, естественно, не только русского, это и Бекет, и Анеско, в общем, да? И селедка — это, в общем, как вот сказать, наверное, самая лучшая такая уже хрестоматерийная вещь — это картины Магриты, рисунок Магриты, изображающий трубку, и написано, что это не трубка. В общем, это вот из этой же серии. Вот по поводу вообще инклюзивного театра, инклюзивного искусства, а это пример абсолютно про это. Вот когда режиссер или автор, неважно, всего произведения сразу, не то что ограничивает, а берет определенные краски, а вот люди с такими особенностями — это определенные очень краски, да? Вот это, не знаю, сравнить с, например, игрой на музыкальном инструменте. Вот, скажем, у пианиста пять пальцев или сразу три пальца, или здесь, может быть, все семь пальцев. Вот просто понять... Не знаю, насколько я толково задаю вопрос, просто это совершенно особые краски у тебя в руках. Ну да, тут немножко другое. То есть, понимаете, если вы с пианистом сравнили, дело в том, что есть вот в пианизме несколько таких примеров — леворучные концерты для рояля, да? Вот у Равелли есть такое там. Ну, в общем, очень популярные, хорошие концерты, но они построены все на том, что как бы играют левой рукой, так как будто он играет двумя руками. Так вот фактура, композиция построена, да? Что как бы это маскируется. Здесь же это не маскируется. И, понимаете, ведь это же вот не первый такой опыт. Дело в том, что, значит, ну вот в двадцатом веке такие опыты уже были. И один из самых таких великих, наверное, опытов — это Роберт Уилсон, который работал с этим аутистом, да? И, в принципе, ведь тут речь идет не о том, что они ущербны. Дело в том, что вот люди с ограниченными возможностями, они выходят в какие-то такие пространства, в которых человек нормально, он не может войти. И вот если режиссер начинает именно работать вот с этими возможностями, а не делать вид, что могут они слепые, а на самом деле они ведут себя как неслепые. Вот это ерунда абсолютная, да? То есть вот тут дело в том, что отдастся вот этой какой-то вот великой ущербности. Ну вот тут, понимаете, может какие-то дзенские такие уже моменты наступают, что великий оратор подобен заике, да? То есть вот это какое-то заикание, которое способно величие, и в надежде на то, что в этом заикании, в этом ущербности можно выйти на нечто великое. Я не знаю, как тут получилось, не получилось, но интенция именно такая. Я понимаю, наверное, тут действительно и не три пальца, и не семь, а потому что совершенно другие пять пальцев. Да-да-да, тут вот так, вот другое, да. И в этом все, собственно говоря. А как вы думаете, вообще вот подобное искусство, когда привлекаются люди, ну, словно, слово толком не могут придумать, ограниченные, возможно, не ограниченные, но неважно, подобные. Это нужно им, это нужно нам, это нужно всем, это нужно обществу, это нужно искусству или какие-то здесь, какие мотивы? Нет, ну, это вот как бы нужно всем. Но я не знаю вот дальнейшую судьбу и не очень хорошо знаю, ну, как вот взаимоотношения режиссера в дальнейшем сложится, но просто вот на примере, опять-таки, Роберта Уилышина и вот этого актера, это там уже была семья практически. То есть, понимаете, это нужно было и тому вот, человеку с ограниченными возможностями, но это надо было и Роберту Уилышину, потому что он на нем сделает, то есть вместе с ним сделали то, что было невозможно ни с кем. Ну, уже даже, грубо говоря, формально он сделал на этом имя, там, может, карьеру, дело не в этом, да, но он сам дошел до таких вот прозрений в искусстве, до которых он бы не дошел с каким-то самым гениальным актером, если бы он это делал. Поэтому это нужно и вот человеку с ограниченными возможностями, это надо и режиссеру, который работает, тут такой уже симбиоз, тендем получается. Вот, ну и мне кажется, что, наверное, вот для зрителей это тоже очень нужно, потому что, ну, грубо говоря, чтобы они о себе много не мнили, что человек, как бы, вот нормальный человек, он и есть нормальный человек, а может нормальный человек – это самый ненормальный человек, да, и когда он видит вот эти какие-то вот достижения, которые вот делают эти люди с ограниченными возможностями, нормальный человек может призадуматься о себе и о своем месте в жизни, и если это вот как бы он нормальный, адекватный человек. То есть это, в общем, грубо говоря, поучительно для всех. Вот, а может быть, это вот для людей с ограниченными возможностями, конечно, это какие-то, может, социальные лифты, социальные возможности, здесь вот, я не знаю, как там сложится, но в любом случае это вот эти возможности открываются. Нет, это совершенно правильно, потому что я вспоминаю, какой-то был, то ли фильм, то ли история, ну, я точно помню лица детей с синдромом Дауна, которые так излагали свои мысли, так поэтически и так мудро, дети, даже не взрослые люди, что просто диву давался, я как, как вообще, какие там ограниченные возможности. Это мы просто по полу сделанные по сравнению с многими из тех, кого принято считать. Хотя внешне понятно, внешне, вообще Брейгель, он же, что у него, ну, как бы, таких физических красавцев, в общем, не найдешь на картину. Нет, вы знаете, откровенно говоря, тоже, когда я первый раз попал, вот, ну, вот, на первую репетицию, немножко-то пугающе было, я просто смогу сказать, откровенно, потому что, в общем-то, в общем, как вы говорите, не красавцы, и видно, что это люди с ограниченными возможностями, да. Но когда они начинают действовать, тут наступает какое-то преображение. Вот это какое-то чудо такое наступает. Это благодаря какой-то вот той ситуации, которую режиссер создал, конечно. В общем, ну, вот тут какая-то общая такая получается. А ваша реакция была абсолютно спокойная, когда вам предложили, ну, вот такая история, ну, и такое сделаю. Или так для вас это было немножко сначала ого-го? Нет, ну, это интересно. Нет, просто, понимаете, ну, меня всегда как-то интересуют экстремальные такие ситуации. И поэтому, ну, сначала просто как-то, что люди с ограниченными, вот, в процессе разговора, значит, сначала прозвучал Брейгель и пословица. И как-то меня сразу зацепило. Когда, значит, что это для людей с ограниченными возможностями, как-то у меня тут что-то немножко притормозило, но потом даже сильнее раскрутилось, потому что у меня так показалось, что именно вот, именно так и надо вот эту тему решать. А можно увидеть сейчас спектакль? Он где-то есть в доступе, в интернете? Не знаете? Ну, вот я сейчас не знаю, но вот он будет, мне кажется, 18 декабря в Мейерхольде. Повторяю, даже 17-18. То есть он играется, это не разовая акция. Да, редко, но играется, да, да. Хорошо, надо следить тогда просто за тем, что происходит. Хотя сегодня, конечно, следить уже, к сожалению. Но все равно, в любом случае, Валерий Иванович… Да, да, и получается театр с ограниченными возможностями. Да, да. Так что тут уже совсем… Ну, да, да. Ограниченные возможности. Кстати говоря, концертные, наверное, та же история, да? То же самое, да, 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 то же самое. Да, ну, хорошо хоть как-то, хорошо хоть что-то. Ну, да, зато два концерта, вот у нас тоже было в практике, что ограниченные возможности, зато один концерт играешь два раза, чтобы зал там отбил деньги. Да. Владимир Иванович, спасибо вам большое, что вы пришли. Это невероятно интересная история. Надо посмотреть, конечно, при возможности. Ну, да. Всяческих вам успехов творчества. Спасибо. 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 Спасибо.